Доброе утро, дорогие друзья! Мы вчера с вами говорили о том, что вы хотите меня сопровождать в моих поездках. Ну что ж, у меня сегодня два дела. Первое, это мне надо съездить на почту, отвезти кое-какие посылки, письма. Она работает до 12 часов. Хорошо, интернет есть, все можно узнать. А второе, как я говорил, нам нужно будет съездить за 12 или 14 километров и прикупить там, если в хорошем состоянии, небольшую БАДную стойку, плюс два стульчика разборных за небольшие деньги. Сейчас я сижу и вопреки всем правилам немецким прогреваю машину. Мне одеваться некуда, потому что все тут замерзло. Поэтому подождем немножко. Так. Ну, не совсем очистилась. Так, не совсем очистилась стеклышка. Стеклышка. Ну ничего, мы поедем так. Видишь, оно, это, дороги подочистится. Так и будет, конечно. Вот указатель наш для еда, вот наш центр. Тогда мы сейчас и поедем. Да, я забыл, мне еще бутылки надо сдать. Все-таки накопил. Ну, ребята мне присылают прямо конкретно. Говорят, в Баварии нельзя без пива. Вот тебе, Эдуард, на пиво. Ну, прекрасно. Ну, спасибо. Так. Дорога будет сухая. Хорошо. Поедем. Капоты несет. Да, сейчас как бы с осен и съели, и попадал снег уже. Не такой волшебный вид, как мы с вами ездили. Но, тут главное, или волшебный вид, или дорога свободная. Все-таки я пока выбираю свободную дорогу. А потом мы с вами будем ходить уже по окрестностям с камерой. Я буду фотографировать там, пока вот такими видами элимбоваться. Это городочек там. Городочек. Ну, я говорю, поселок городского типа. Там 3000 человек. Есть своя управа. Есть свой губер-мастер. Находится он буквально в 3 километрах от нас. Поэтому всегда, если что-то надо. Там плюс магазин. Вот как сейчас почта. Так, 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 так. Ладно, не тормози, не тормози, не тормози. Потихонечку, тоже потихонечку. Молодец. Потому что здесь вот как раз гололед. Вот, я вижу. Тормозить здесь никак. За столчиками мы с вами поедем после обеда. Потому что я хотел совместить, но не получается. Сейчас глянемся. Здесь, короче, фаэрбанк. Такого я не знаю. Обычно у нас фортбанк, шпаркассы. Ну, там я видел шпаркассы есть. Так. Здесь, как всегда, в деревнях баварских огромный-огромный столб. Здесь огромные-огромные ели. Ну, я толком не знаю, но это обозначение вот гемайнды. То есть, в этой области вот этой, да? То есть, этого общества. А там есть один газ-хоф. Вот здесь второй газ-хоф. Ферин. Вон, вы знаете, что такое Ферин Вон, это гостевой. И вот там маленькая табличка. Я вижу, что это почта. Я здесь даже машину не запираю. Ну, некому тут воровать. У всех есть. Так. Вот почта. Она уже и кафе, и бистро, и какие-то бакварны. То есть, запеченки какие-то. Так, вот. Осторожно. Лавина с крышей. Я верю. Ну, пойдемте. Ну что, можно позавтракать, кофе попить. Очень вкусненькое поесть. Очень маленькое, очень улыбненькое. Одно дело мы с вами сделали. Теперь мы пойдем в этот компьютерный магазин. Не магазин, это, короче, вместе там и телеком, и компьютерный мастер сидит. Я хочу спросить, какой он мне мазерборд ставил. Может, он мне даст такую справочку, чтобы знать, какой слот покупать. Вот этот вот ратхаус, то есть, где их управление сидит, ратуша. И опять горы. Сегодня небо высокое, красивое, замечательное. Я такого давно не видел. Над Баварией оно выше, чем в Буне. Там все низко, тучи низко. Все это хмуро-смуро. Вот оно, где я оставлялся в компьютерах. Матерач. Ну, тут можно современные рутеры купить, современные телефоны, ай-пэдэ, 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 прямо посреди деревни. А нам нужен вот этот человек, который реповерил, ремонтировал. Теперь выяснилось, что мой мазерборд не имеет возможности еще один слот туда засунуть. Он мне показал, что этот мазерборд, это как бы упрощенная версия. Поэтому он и стоил так недорого, как я вообще удивился. Ну, ладно, тогда хап. Тогда хап еще раз рискнуть. Сейчас мы с вами поедем в магазин. Оттуда заедем, сдадим бутылки. Вот, скажите, интересно с тобой есть бутылки сдавать, да? Ну, сами напросились. Поехали. Поехали. Тут совсем недалеко. Хотел почище сделать, сделаем. Ну, вот так вот, вот, пойдем. Так. Аккуратненько. Здесь все недалеко. В общем-то. До автобана далеко, да. Это точно. До автобана где-то километров 40 пилить. Ну, нам сейчас не надо никуда уезжать. Никакие автобаны. Вон, какая красота здесь. Зачем нам автобаны? Ну, вот тут. Так-так-так-так-так-так. Где нам заехать лучше? Так, прежде чем эту бутылку тащить, нам надо пойти разобраться. Как они здесь сдают их? Томатов я тут не наблюдаю. Ну, пиво, конечно, валом живет. Пиво валом и все баланс. Я уже думаю, не начать ли мне коллекционировать пробки, чтобы знать, что я пил, что я не пью. Хочется все попробовать. Ну, раз пиво мне продонатили, поэтому я себе не отказал в очень хорошем. Аугустинер, фильм. Ну, что ж, пойдем тогда в норму. Пиво мы затарим. Татошки мне надо. Вот еще масло надо. Батарейку надо. Ну, в общем, магазин обычный. Довольно-таки дешевый. Придем дальше, посмотрим. Также здесь можно шампуньи купить, зубную пасту и так далее и тому подобное. Может быть, куплю я еще себе молока. Ну, в общем, ребят, вот так это все выглядит. А я, чтобы вас не утомлять, пойду-ка я закупаться сейчас, да? Ну, а потом выйдем, пытаюсь. Ну, а потом для собачков. Моя сестра решила сделать приемным сыном Рекса и посылает теперь по 10 евро в месяц на вот такие вещи, чтобы ребенок не страдал. Ну, вот. И я беру вкусняшечки сейчас найду, какие получше. На твои денежки и возьму. Вот. Написано один метр для жевач. Но они мягкие. Вот как раз то, что нужно. Вот это возьму. Так. Возьмем еще масло. Вот оно. И сметанку возьмем. Креме. Вот она сама лучше. Так, корзунку ее. Ну, вот. Все купил, что мне нужно было. Вернее, докупил. Чтобы уже на две недели я спокойно не выезжал никуда, если будет занос и так далее. Хорошо. Ну, что, тогда все. Грузим. Поехали домой. Ну, все. Выбираемся на нашу дорогу. Так. Я думаю, что она будет вот здесь. Вот здесь поедем. По прямой поедем. Красивше будет. Наша. И вот она слева. А дальше наш Заулон. Дорога совсем хорошая, сухая. Солью посыпана. Вся машина в соли. Замечательная. Вот на Прагу прям дорога вам, пожалуйста. Хотите, в Прагу езжайте. Хотите, на Заулон. А поедем в Савалон. Должен быть. Нам зачем? В Прагу. Сейчас пока не нужно. Когда-нибудь съездим, ребята. Когда-нибудь съездим. Я думаю. Ну, в принципе, Кого можно удивить Прагой? На них таких, наверное, видео полно. Про Прагу. А вот про Байр и Шейн-Вальд. Баварский лес. Я думаю, что мы-то одна, наверное, много. Так, езжай. Наш лесок. Наискосок. Время 12. Ну, вот часа через два, наверное, через... Да, поеду-ка я за стульчиками. Пока сейчас доставим все на место. Ну, вот сегодня горизонт прям чистый. Далеко можно видеть. Очень далеко. Ну, тут, наверное, вам солнце заговорит. Да, ну, все. Я даже не вижу, идет запись или нет. Ну, факт то, что... Видимость, конечно, обалденная сегодня. Так, Валик, подожди, подожди, подожди. Ну, вот мы въехали в деревню. Дальше вы уже все знаете. Так что первое видео мы с вами сделаем.